В доме на Патриарших прошло открытие Московского родительского клуба, на котором обсуждалось, как воспитать детей и не лишиться родительских прав. Цель проекта – общаясь, помогать друг другу. Клуб – площадка для ответственных родителей, отстаивающих интересы традиционного семейного уклада. Мы – сообщество активных, живых, неравнодушных родителей города Москвы. Сегодня у нас первое открытие, наша первая встреча, с чем я, собственно, нас и поздравляю. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Владимировна Литкова рассказала, как бороться за укрепление института семьи. Наша ассоциация как раз возникла спонтанно, с земли, как противодействие, как протест родителей на внедрение вот таких вот ювенальных законов. И уже на протяжении ряда лет мы организовались и довольно эффективно боремся, рассказывая, поднимая шум, обращаясь в разные органы и сигнализируя о том, что вот такие вот проекты, акты принимать нельзя. Ну и, наверное, многие знают, что в свое время нас поддержал президент. На встрече обсуждались нравственные аспекты воспитания. Разъяснялось, что такое родительские права. Назывались причины, по которым представители социальных служб могут изъять из семьи детей. Очень важно, чтобы был все-таки принят закон об ответственности органов опеки или там социальных служб за неправомерное изъятие детей. Вот, например, по каким критериям отнимают детей в Норвегии. Вот несколько всего примеров. Ну, естественно, нет работы, отец болен. Чистая одежда не сложена идеально в шкафу. Вот это повод, чтобы отнять ребенка. У нас на Ставрополье были случаи, когда были рейды. Это же все методички, которые просто переводятся сюда. Ходили и проверяли, сколько комплектов белья и как сложены одежды. С древнейших времен российское государство стоит на защите интересов семьи. И никто не имел права вмешиваться во внутренние дела маленькой, но весьма значимой ячейки общества. Очень мудро российское государство никогда вплоть до 20 века не вмешивалось во внутренние вопросы воспитания детей. Помните, что церковь, вот кто у нас был, в общем-то, итог, очень опосредованным контролером, то есть исповедь и какие-то вот такие духовные моменты, они, в общем-то, были для родителей неким таким вот регулятором. Необходимо знать, как себя вести, если органы опеки постучались к тебе в дверь. Ведь порой даже незначительная ошибка может привести к трагическим последствиям. Если так подытоживать, то необходимо, конечно, какую-то защиту искать и в средствах массовой информации привлекать к таким незаконным действиям, если они есть. Потому что даже мелочи, такие мелкие нарушения, они потом могут оказать такое сильное воздействие. Как говорится, дело кроется в мелочах и никогда не знаешь, когда это может потом отозваться. Ну, конечно, советую, если там, например, пришли без какого-либо предупреждения в дом для проведения осмотра или каких-то действий, ну, прежде всего, связаться со своим адвокатом. Есть юристы, которые работают с родителями и эти дела рассматривают. И тогда, конечно, будет и юридическая помощь, и общественная помощь, что очень важно. И будет резонанс, и будут средства массовой информации. Вот важный такой, потому что в одиночку или даже просто с правовыми методами противостоять системе очень сложно. Все, кто не хочет оставаться в стороне и спокойно наблюдать, как целенаправленно разрушают семью, нравственность и культуру, могут стать участниками Московского родительского клуба. Илья Анисимов, Светлана Леонтьева, телеканал «Добро».